Мировая рыбалка представляет Осенние ловли судака в Испании На реке Эбро в районе водохранилища Фликс Находящегося в автономной области Каталонии Через несколько километров от плотины Начинается дельта Эбро Образующаяся при впадении этой реки В Средиземное море Мы остановились чуть выше этой границы Так как планируем вместе с Клодом Валетом Ловить хищника на пресноводном водоеме Для чего и спускаем на воду катер Недалеко от местной атомной электростанции Наш эксперт отлично ориентируется на этой акватории И зная все мели и фарватер Он уверенно ведет нас к первой уловистой точке Сегодня нам предстоит обследовать Несколько перспективных участков Чтобы составить полную картину Потенциально интересных мест Для ловли судака В этой части легендарной реки Эбро Сегодня мы исследуем новые места на реке Эбро Которые расположены перед плотиной Здесь вода в реке прозрачная Во многом из-за сильного течения Рыба в основном концентрируется в одном месте Они расходятся по всему водоему Как, например, на озерах, где стоячая вода Мы попробуем ловить здесь И посмотрим, что у нас получится На сильном течении следует сразу искать судака И я именно так и начну Потому что окунь в данном случае Не будет являться для нас проблемой Здесь, конечно же, есть окунь Но он никак не влияет на активность судака И если судак активен То мы точно сможем его поймать Я практически всегда начинаю ловлю с силиконовой оснастки У меня есть различные расцветки и модификации Это очень простая и эффективная приманка Проводка такая же, что и при ловле на озере Даем приманке заглубиться и достичь дна А затем плавно анимируем ее На реке, там, где есть течение Рыба атакует свою жертву очень быстро Но у нее нет времени на изучение своей добычи Так как она не может себе позволить Упустить хорошую возможность для броска В основном хищники здесь всеядны Ведь на течении им намного легче И удобнее сразу атаковать свою добычу Которая проплывает рядом с ними На этом участке реки мы будем ловить Те же самые виды рыб, что и на озере Микененза До Средиземного моря здесь совсем недалеко Не более 80 километров А видовой состав рыб точно такой же Что и на любом из трех водохранилищ в районе Микенензы Это прежде всего сом, судак, окунь Очень много головля Этот белый хищник настоящий спортсмен И ловить его очень интересно Далее, спускаясь вниз по течению В сторону Средиземного моря У нас появляются шансы встретиться с морской рыбой Которая заходит в реку Эбро Ловить морскую рыбу в реке Очень интересно на поверхностные приманки Там, где мы сейчас находимся Нельзя встретить морскую рыбу Но если мы спустимся вниз на 30-40 километров То она начнет нам попадаться Смотрите, сом Вы видели сома на поверхности воды? Только что промелькнул его хвост Над водой Вот он Он все еще здесь Я думаю, что он поднимался для атаки Только что сом на этом месте охотился за добычей Выворачивая своим хвостом на поверхности И эта осадь была в длину примерно полтора метра И если бы он клюнул на нашу судаковую снасть Мы бы вряд ли его достали У нас были бы точно большие проблемы при вываживании На этой дикой реке очень много препятствий К тому же в это время года Течение приносит с верховьев много травы Трава цепляется за донные преграды и оседает Это создает для нас дополнительную проблему Вот, как вы видите Очень много травы оседает на дне Нужно быть внимательным И постоянно убирать траву с нашей приманки На этой точке мы не наблюдаем большой концентрации рыбы И, следовательно, мы не видим активности хищника Но прежде чем мы покинем ее, сменив место ловли Можно попробовать другую приманку Поменяв при этом ее цвет Иногда это работает, иногда нет Меняя приманку, мы ставим совершенно другую расцветку Сильно отличающуюся от предыдущей И если на новый цвет хищник не отзовется То мы сменим точку ловли И продолжим рыбалку в другом месте Каждый перспективный участок на реке Имеет свою специфику Есть точки, на которых рыба никогда не клюет по утрам Зато хорошо ловится после полудня Нужно терпеливо облавливать каждый участок Чтобы подобрать к нему ключики Например, часа через два Место, где мы сейчас стоим, может заработать И мы поймаем здесь рыбу Сейчас я поменял цвет моей приманки Оставив все остальное как есть Такая же джиг-головка, та же резина, тот же стиль анимации, но другая расцветка И это может сработать Что еще может повлиять на клев и увеличить активность рыбы? Это солнце Сегодня облачная и немного пасмурная погода Атмосферное давление значительно понизилось И это не очень хорошо сказывается на поведении рыбы Но в этом водоеме живет достаточно большая популяция рыбы И несмотря на все капризы погоды Мы обязательно поймаем свои трофеи Но не факт, что это произойдет именно здесь Очень важно регулярно менять места ловли Если вы видите, что в течение 10 минут на этой точке нет ни одной поклевки То нам следует переместиться дальше Так как здесь много и других интересных участков И вам не нужно тратить свое время Облавливая места, где рыба ведет себя пассивно Всегда можно найти точку, где будут поклевки Сейчас вы видите, что достаточно продолжительное время Рыба ни разу не клюнула Следовательно, нам лучше сменить это место Что мы сейчас и сделаем Мы дадим этой точке отдохнуть А сами поднимемся вверх по течению Чтобы обловить другие интересные места на этой реке И возможно, что там нам повезет И рыба будет к нам более благосклонна, чем сейчас Клод решает вплотную подойти к стенам атомной электростанции И этот ход должен себя оправдать Температура воды здесь немного выше Чем средние показатели по другим участкам водоема К тому же на дне есть перепады Бровки и множество укрытий Которые судак прекрасно использует в качестве засады Поклевка Бук хорошую рыбу потеряли Я не был сначала до конца уверен в том Была ли это поклевка Но это была рыба Проходит время Но изменений мы пока не наблюдаем Перемещаться далее еще рано Как, впрочем, и терять боевой настрой Конечно, поймать первого клыкастого хищника Все же было бы неплохо Впрочем, Клод и сам это прекрасно понимает У меня такое ощущение, что сегодня рыбе зашили рот Она плавает с закрытым ртом И не притрагивается к нашей приманке Хотя мы находимся на очень хорошей точке Поклевка Снова сход Отличная поклевка Хорошая рыба Очень слабый клев Рыба атакует приманку Таким образом Клод снова решается на эксперимент с цветом Надеясь переломить ситуацию с клевом В свою пользу Рыба Теперь точно на крючке Я не думаю, что нам попался большой экземпляр Но на течении судак всегда яростнее сражается Чем если бы мы его вываживали в спокойной воде И вуаля Вот Наш первый судачок Спасибо тебе Судак очень глубоко заглотил приманку Маленький симпатичный судачок Теперь надо постараться поймать его маму Рыба Это не совсем то, что мы ожидали По размеру он ничем не отличается от предыдущего Вот что интересно Еще один небольшой судачок Обратите внимание, что как только мы поменяли расцветку у приманки Мы тут же поймали двух судаков За три заброса КОНЕЦ СПОК-КОНЕЦ УРОВИЯ СПОК-КОНЕЦ СПОК-КОНЕЦ Вот еще один интересный момент. У меня было ощущение, что рыба атаковала приманку. Но так как я не был в этом уверен, я не стал подсекать. И вот перед вами доказательство того, что это была рыба. Судак просто откусил хвостовую часть моей приманки и спокойно ушел от нас. Приманка испорчена, и я ее выбрасываю. Теперь уже точно можно говорить, что у нас была поклевка. К уловистой точке возле атомной станции мы еще вернемся через некоторое время. А пока, немного спустившись по течению, мы открываем удивительно красивые места, лежащие на русле этой великой испанской реки. Эбра прекрасна в своем первозданном виде, особенно в таких заповедных уголках, куда привез нас Клод Валет. Я решил немного поменять технику нашей рыбалки, поставив джиковую блесну вместо силиконовой приманки. Кроме того, я взял другое удилище, подходящее под новый стиль моей ловли. Чуть выше я привязал небольшой дропшот с маленьким перышком. Его функция – приманивать хищника, и на нем тоже есть крючок. Так что, если рыба его атакует, он засечет ее. Давайте попробуем. Вы видите, что эта снасть работает. И мы поймали на нее судачка, который будет покрупнее предыдущих. Сейчас я вам покажу что-то очень интересное, чем отличается эта рыба. У-ла-ла! Я надеюсь... Я хотел сказать, что надеюсь, что он не сойдет с крючка. Я хотел вам показать рыбу с отметинами от зубов на спине, которые оставил другой крупный судак. Следы от зубов очень широкие. Пойманный мной судачок был весь покрыт шрамами. Большой судак пытался его съесть. К сожалению, мы потеряли его прямо у самой лодки. Возможно, нам попадется еще один подобный экземпляр. Этот пример еще раз доказывает, что хищники, и в особенности судаки, в значительно большей степени являются каннибалами, чем другие виды рыб. Зная это, я остаюсь ловить на участке, где охотится молодняк, потому что крупные судаки едят своих малышей, и значит, они могут находиться недалеко от нас. Маленькие судачки охотятся за уклейкой и платвой. Крупные судаки также атакуют уклейку, но при этом не брезгуют и своими маленькими сородичами. Обычно в таких местах можно встретить очень большую популяцию рыбы среднего и мелкого размера. Крупный судак знает это, и он обожает такие участки. Я забросил приманку ниже по течению, и там ее схватил этот мелкий судачок. В отличие от предыдущего, на нем нет никаких отметин. Мне кажется, что под нами находится очень большая стая куней. Следует атака. И рыба на крючке. Сейчас температура воды около 22 градусов. Рыба. Это хорошая рыба, но не очень большая. К тому же я ее забагрил. Вот типичный на сегодня размер. Рыба, заинтересовавшись приманкой, подходит к ней вплотную. Затем она пытается схватить приманку, и в этот момент мы ее подсекаем. И она не всегда зацепляется ртом. Вы видите, что поклевки становятся реже. Мелкие особи успокаиваются. Только я это сказал, как вновь произошла поклевка. Успокаиваются, но есть и те, что все еще атакуют. Что произошло? Прости, малыш. Настоящей вишенкой на торте станет поимка главного джокера этого места. По-настоящему крупного окуня. Вы видите, что мы не применяем никаких секретов, никаких фокусов. Рыба сама садится на мой крючок. Поклевка следует на каждом забросе. Рыба сама садится на мой крючок. Нам снова не везет. И этому судачку тоже не повезло. Я поменял снасти, чтобы попробовать поймать на силиконовую приманку более крупный экземпляр, заинтересовав его. И вот результат. Мы поймали очень мелкую рыбу. Но скоро нам попадется и более крупный трофей. Клод неспроста предоставил одному из своих излюбленных мест в этой части реки Эбра отдохнуть от рыболовной активности в течение нескольких часов. На участок водохранилища в районе атомной станции будет сделана главная ставка этого выезда. И именно там нам предстоит завершить рыболовный день, поймав долгожданный трофей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отличный окунь на крючке. Он атаковал силиконовую приманку. Невероятно! Он схватил наживку, когда я выматывал ее из воды. В то время, когда приманка очень быстро двигалась. Отличный окунь! Мы заканчиваем этот день поимкой по-настоящему трофейного экземпляра. Успокойся, малыш. Али-али-али-али. Уф! Он очень нервничает. Али-али-али-али. Вот, перед вами настоящие окуни реки Эбра. Вы видите, что в Эбра водятся не только мелкие окуни, которых мы ловили весь сегодняшний день. Перед вами великолепный трофей. Такого размера окуни также встречаются среди своих мелких собратьев, как я вам говорил об этом ранее. И вот нам, наконец-то, удалось его поймать. Возможно, мы еще поймаем здесь такого размера окуней. Через несколько секунд мы продолжим. Плыви, плыви, плыви. Прекрасно. Плыви, плыви. Плыви. Вот, перед вами настоящая хорошая рыба. У меня были две звонкие поклевки на этом участке, и вторая оказалась результативной. Наконец-то! Настоящий судак. Он очень взволнован. Валя! Прекрасная рыба. У Клода Валета от усталости уже сводят мышцы на руках, но он счастлив от того, что смог поймать столь желанный для нас трофей – судакарики Эбро. Отпускаем его обратно, а сами готовимся к подведению итогов. Рыбалка в окрестностях водохранилища «Фликс» удалась нам на славу. Мы заканчиваем наш рыболовный день в этой части реки Эбро. Мы неплохо закрылись сегодня по рыбе, хотя большинство пойманных экземпляров были небольшого размера. В процессе ловли мы смогли поменять технику и нашли способ, благодаря которому мы взяли хороший трофей, поймав его на силиконовую приманку. Нам посчастливилось взять несколько отличных экземпляров. Хорошо разведав эти места, мы провели здесь прекрасный день, ловя крупную и мелкую рыбу. К тому же нам не очень повезло с погодой. Сегодня нам явно не хватало немного солнечного тепла и света для того, чтобы рыба была более активна в дневное время. Но все равно все прошло неплохо. Нам еще предстоит сюда вернуться, чтобы поймать таких представителей местной ихтьофауны, как Галавль или Блэкбас. Но это мы сделаем уже в следующий раз. Мировая рыбалка!